Всем привет! Наконец-то долгожданное видео о статах продолжается, да, линейка видео. Сегодня мы поговорим о атаке и деф, и я думаю затронем еще плюс урон, минус урон, посмотрим по времени, чтобы видео сильно не затягивать. В принципе, тянуть долго не буду, то есть, да, вот, в принципе, вот ваши статы, изначально, да, есть здесь атака физзащита, магзащита, это также есть у каждого героя, физзащита, магзащита. Кроме этого, то, что здесь не написано, атака делится на два типа, есть магический тип и есть физический тип. Воины и упыри, это в основном физический тип урона, но также присутствует и магический примесь, это вот в трансформациях, да, есть скилл, сейчас, секундочку, вот навык трансформации, вот первый, здесь есть физзурон, ага, его пофиксили, а вот здесь вот маг атака, да, вот есть вот маг урон, видите, даже упыря есть маг урон, раньше был и здесь физзурон, маг урон, ну вот магический урон, в чем разница физического, магического, физической, магической атаки, не урона, а именно атаки, в том, что физическую атаку можно парировать, от нее можно уклониться и, в принципе, я думаю, ну на этом все, да, ну и естественно, что физическую атаку блокирует физическая защита, что интересно, у магической атаки, от нее невозможно увернуться, она в 100% попадает по цели, единственное, что ее можно парировать, не знаю насчет парировать до 1, но наполовину точно знаю, можно парировать, суть в том, что, по-моему, даже на единицу заблокировать нельзя, да, парированием, а только лишь снизить в половину урон парирования, именно увернуться от нее невозможно, да, вот, от моей, почему многие отказываются от уворота, так как против мага у ворот вообще не работает, в принципе, работает только на атаки с руки и на ультимейт, потому что ультимейт, по-моему, у мага это физический урон, если я не ошибаюсь, так, в чем, как еще узнать физический или магический урон, вы смотрите в навыках, да, и в навыках пишет, вот, наносит цели, вот, физической атаки, или там у магов пишут магической атаки, также по всем статам видно, то есть, какой урон. Дальше у нас есть атака в двух типах, да, вот, есть первая цифра 520 тысяч, да, и вторая цифра 965 тысяч. В чем разница и почему так написано? Данная атака изначально 100% идет от минимальной цифры. Дальше с учетом смертоносности можно достичь максимального цифры, максимального значения 965 тысяч, да, то бишь 520 мы всегда наносим, 520 наносим как, от нас исходит 520 тысяч изначально, но это 520 тысяч, они еще блокируются защитой противника. Также эти 520 тысяч умножаются на умножитель у скилла, вот. Многие изначально говорили, что статы там дефа, например, не работают. Деф работает. Хочу всех разочаровать, потому что я сам лично думал, что деф не работает, но деф работает. Суть в чем? В том, что деф у нас не множится. Вот у нас есть, да, 580 тысяч магического дефа, вот его столько есть. Физического есть 172 тысячи, вот столько его есть. А атака, например, вот здесь вот 520 тысяч. Дальше мы берем, например, основной скилл, а здесь 510% физатаки. Соответственно, вот этих вот 520 умножают в 5 раз и получаем 2,5 миллиона. Это только с основы. Дальше как идет расчет самой атаки и дефа. То есть берется не только атака и деф персонажа. Дополнительно идет еще атака и деф энда героя и экзо героя. Эти все статы суммируются, то есть берется суммарное количество атаки и суммарное количество дефа живых присоединенных героев. То есть основа плюс вот этих 2 персонажа. Также там идут определенные множители, такие как вот, например, в драконов гербах. Вот, если мощь превышает мощь соперника на 20%, вот здесь дополнительная атака. Доп-атака, не помню, где-то еще, по-моему, именно атака есть в процентном соотношении. Вот, это опять же при использовании, вот, увеличение атаки плюс 10%. Это при использовании первого скилла, то есть еще дополнительно. И тому подобное. То есть есть дополнительные еще бонусы. Ну, изначально берется сумма основы плюс энда плюс экзо суммарно. Атака, физзащита, магзащита. То есть если вы там в основном боретесь против мага, вам нужно развивать магическую защиту. Ну, например, вы понимаете, что если вот, к примеру, взять, да, сколько здесь? 520 тысяч атаки. Дальше здесь венда у нас 650, это уже 657, да, это сколько получается? 1 миллион 120, сколько? 180, да, по-моему, 1 миллион 180. И плюс 360 тысяч, это получается, ну, грубо говоря, полтора миллиона, да. Этих полтора миллиона при, например, использовании первого навыка умножается на 5. То есть это уже будет, сколько? 5 миллионов. И плюс еще 7,5 миллионов, да. То есть, используя первый навык, изначально исходить будет 7,5 миллионов. Это только отталкиваясь от атаки. Там формула в уроне вообще сумасшедшая. Дальше будет еще плюс урон. И дальше будет умножение доп. урона. То есть это все. Также еще бонус ПВП мощи. И это все будет стакаться. То есть, соответственно, от разности персонажей, которые воюют между собой, это все может как очень сильно умножиться, еще дополнительно, так же и уменьшиться. Но изначально берется вот такая вот формула. То есть суммарная атака множится на коэффициент скилла. Это только первая часть. И отнимается от этой суммы получившейся, отнимается суммарный деф живых героев присоединенных. И также основы противника. Ну, к примеру, если у противника физзащита на основе полмиллиона, и там 200 тысяч экза, и 300 тысяч энден. То есть там миллион. То есть мы наносим урон 7,5 миллионов, минус миллион противника. Соответственно, мы наносим 6,5 миллионов. Это если не брать в расчет разницу в пвп мощи, разницу в доп. уроне, и также разницу там плюс урон, минус урон. Эти факторы тоже имеют значение. Вот. Что касательно плюс урона, минус урона. Да? Вот они. Вот плюс урон, минус урон. Плюс урон и минус урон. Это тупо стабильный показатель. Да? То есть у вас есть плюс 3 миллиона, и он не режется дефом. Он тупо дает плюс 3 миллиона в каждой атаке. С руки, скилла, он не множится, если нет множителя там плюс урона. Ну, например, если в скилле написано навык, да, вот, обычный. 150 процентов, тогда да, он будет давать 150 процентов плюс урона. Но если, например, это ультимейт, да, вот, здесь всего 25 процентов, то, соответственно, от вот этих 3 миллионов мы будем давать только 25 процентов. Ну, это примерно 750 тысяч. То есть в культе при каждом ударе будет добавляться всего только 750 тысяч плюс урона от основы. Но плюс урон режется только одним статом, и это минус урон. Также все берется суммарно, суммарно на основы эндо и экзо героев, то есть 3 персонажа. И это все вот режется равнопропорционально. То есть плюс урон срезается только минус урона. Соответственно, вот, ну, вот такая вот схема. То есть если мы работаем, там, к примеру, на пвп атаку, на пвп расчет, когда очень большие завышенные дефы, очень большой иммунитет в персонажах, довольно-таки пвп мощь большая, то урон в основном будет наносить плюс урон, так как он стабильный. Его невозможно срезать дефами и всем остальным, на него не влияет пвп мощь, кстати. Да, на него тоже не влияет пвп мощь. Он стабильный. То есть если вы сделали плюс 300, то вы просто, ну, 3 ляма сделали, например, с руки урон, плюс урона, то персонаж противника будет получать 3 миллиона минус его суммарный минус урон. Но минус урон обычно никто не прокачивает, он примерно достигает, ну, суммарно полу ляма, в лучшем случае. То есть если у вас там 3 миллиона, то минус полу ляма, 2,5 миллиона, каждый раз вы будете наносить любой атакой с руки, там, такими скиллами, которые не имеют множителя. Соответственно, вот так. Например, если у мага есть скилл в трансформе, который наносит 1200% плюс урона, и у вас есть плюс урон, например, 3 миллиона, то вы понимаете, какая цифра там прилетает. Но есть видео, где мага наносит 260 миллионов одним скиллом. Вот так просто, по себе равному персонажу, то есть абсолютно. То есть резюмируя, я могу сказать то, что деф работает, да, атака работает. А, кстати, один момент, то, что я не рассказал, как достичь максимальной атаки, об этом мы будем говорить, когда будем говорить о статах, о смертоносности, о крыте, парировании в вороте. Это будет следующее видео этих вот 4 стата. И там мы поговорим о том, как именно смертоносность влияет на то, чтобы атака достигала максимального значения. Там очень даже интересный момент, потому что я говорил, что смертоносность не работает, а она работает, но работает она совсем не так, как многие из нас думали. Там немножко другая механика, и нет конкретной цифры стата, скажем так, прироста для определенного набора мощи. Вот. Вот. Что еще? Я не знаю, ну, по-моему, все рассказал. Если что, спрашивайте, пишите комментарии, я дополню, сделаю дополнительное видео, если не все рассказал по атаке, физзащите, магзащите. Плюс уроне, минус уроне также, да. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok